В среду на туристическом курорте СУС в Тунисе прогремел взрыв. Террорист-смертник с чемоданом сначала пытался пройти в отель, потом развернулся и побежал на пляж, где подорвал себя. По данным полиции, других жертв нет. «Было где-то 9.30 утра. Мы услышали взрыв очень чётко. Но в тот момент мы не подумали, что взрыв мог произойти в отеле. Мы вернулись в свой отель. Мы боялись, но не понимали, что именно это было, пока в конце концов не узнали». «Я оставил машину далеко отсюда, прибыл сюда и увидел верхнюю часть тела мужчины, лежащую на земле. Я видел это очень хорошо». Для Туниса это первый подобный инцидент за последние 10 лет. При этом, сообщается, полиция предотвратила ещё один теракт. Она арестовала потенциального смертника в городе Монастир в 20 километрах от Суса. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка. В Тунисе правят умеренные исламисты Ан-Нахда. При этом они ведут борьбу с салафитской группировкой Ансар-Аль-Шария, что переводится как «Сторонники шариата». Считается, что она связана с североафриканским крылом Аль-Каиды. Эта атака, безусловно, стала ударом по туристической индустрии Туниса, нарушив негласные табуны теракты в курортных зонах. Экономика страны напрямую зависит от туризма. За прошлый год средиземноморские пляжи Туниса и экскурсии по пустыне посетило около шести миллионов человек, в основном европейцев. При этом отрасль до сих пор восстанавливается после восстания арабской весны 2011 года, когда был свергнут автократический лидер страны Зин Эль-Абедин Бен-Али. «Есть люди, которые хотят разрушить сферу туризма и секторы экономики. Слава Аллаху, они не добьются успеха». Предыдущий смертоносный теракт произошёл в Тунисе в 2002 году. Его совершила Аль-Каида. В результате подрыва террориста-смертника в синагоге на острове Джерба погиб 21 человек. В настоящее время меры безопасности в столице и на туристических курортах Туниса усилены.